МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осень 2011 года. Международная группа археологов проводила раскопки в Боржомском ущелье. Приступив к исследованию древнего захоронения в каньоне реки Кура, ученые даже не подозревали, сколь необычайная находка их ждет. Найденные останки стали сенсационным доказательством существования в прошлом людей-великанов. Восстановив скелет древнего исполина, ученые пришли к выводу, его рост был не менее 10 метров. Но главное открытие произошло после исследования костных тканей. Невероятно, этот гигант умер в возрасте не менее 800 лет. Столько же, согласно писанию, жили библейские великаны-долгожители. Получается, что ветхозаветные тексты – это не мифы, а документальные свидетельства далекого прошлого. В том же 2011 году группа российских ученых-биологов выступила со скандальным заявлением – любой человек бессмертен. Но в результате вмешательства неких высших сил в геном люди были запрограммированы на самоуничтожение. Меня зовут Анна Чаповна. И я начинаю расследование. Экспедиция программы «Тайны мира» на Ближний Восток. Был найден, соответственно, медный свиток. Какую тайну хранят древние рукописи? Существовали гиганты, они имели больше продолжительной жизни. В чем секрет их бессмертия? Бог, он воплотился в теле смертного человека. Их цель – уничтожить человека любой ценой. Если не ликвидируешься ты одной программой, вступит в бой другая. Смогут ли ученые обмануть природу и победить смерть? Фактор старения, как мы его обозначили, он обнаруживается в лимфоидных клетках селезенки. ТАЙНЫ МИРА БЕССМЕРТИЕ Биологи и медики утверждают, наше тело может служить нам как минимум 150 лет. Но почему же при всем при этом люди живут в среднем лет 70? Потому что это было предназначено? Или потому что мы не можем разгадать тайну собственного долголетия? Кавказ, республика Кабардино-Балкария. Аул Эль-Тюбю расположен на высоком берегу реки Чегем. Попадая сюда, будто бы теряешь счет времени. Это место считается аномальной зоной. Жители аула утверждают, необъяснимые явления здесь происходят постоянно. К примеру, в доме Али Кулиева стрелки домашних часов, вопреки всем законам физики, могут неожиданно начать обратный ход времени. Вот поставишь, все равно бегут. Или опаздывают. Похоже, аномальная зона влияет и на людей. Эль-Тюбю – это аул долгожителей. Жить 100 и даже 150 лет – здесь это норма. В этом доме жил Хызыр Мухамедов. В 2000 году он ушел из жизни. Односельчане уверяют – ему было 177 лет. По одной из версий, секрет такого долгожительства прост. Эль-Тюбю имеет особое местоположение. От воздуха, конечно, это все зависит. На Кавказе издревле верили в то, что эти горы в далеком прошлом населяли исполины нарты. Согласно преданиям, они жили у подножий заснеженных вершин в огромных дворцах. Они – это широколицые, высокорослые люди. Можно сказать, конечно, что они гиганты. Вот фактически Нарскепс – это как раз вот эти вот боги, так сказать, индоевропейцы. В представлении балкарцев ветхозаветный пророк Илья был одним из великанов. За праведную жизнь Господь живым вознес его на небеса. Там он обрел бессмертие. Интересно, что некоторые знатные балкарские семьи ведут свою родословную напрямую от обретшего вечную жизнь пророка Ильи и считают себя его потомками. Они говорят, что он часто сам является на вершине высокой горы. Рядом с аулом Эль-Тюбю находится сакральное место балкарцев – Эль-Яташ. В этот камень, согласно преданиям, ударил молнией сам пророк Илья. Они уверены, от него исходит энергия, дарующая вечную жизнь. Этим она объясняет свое долгожительство. Сакина Джалиевой прошлым летом исполнилось 100 лет. Но за это время она ни разу дольше, чем на день, не уезжала из родного аула. В этой земле энергия бессмертная. Но долгожители живут не только в таких экологически чистых местах, как аул Эль-Тюбю в Кабардино-Балкарии. Долгожительница из Москвы Людмила Николаевна Дантес, старше Сакина Джалиевой, на два года. Ей 102 года. Ее образ жизни радикально отличается от образа жизни Горянки. И тем не менее, карточка Людмилы Николаевны в районной поликлинике и по сей день девственно чиста. В 80 лет моя внучка выходила замуж. И я у нее на свадьбе танцевала. В 80 лет я ничего не чувствовала совершенно. Я была нормальной человеком. Все делала. Но и в 102 года Людмила Николаевна не доверяет никому из домашних мыть посуду и даже глажку рубашек для любимого правнука. Да и память у долгожительницы не хуже, чем в молодости. Скажи мне, вязка Палестины, где ты цвела, где ты росла? В каких холма, какой долине все украшения им была? Какой же таинственный фактор позволяет Людмиле Николаевне Дантес жить так долго? Ее прапрадед Жорж Дантес, тот самый французский офицер, смертельно ранивший Александра Пушкина, на дуэли. Он принадлежал к старинному роду Антесов. Корнями он уходит на остров Готланд, обетованную землю северных воителей в самом центре Балтийского моря. Согласно легенде, древними основателями рода Антесов были витязи или богатыри, бессмертные великаны. Дети богов, спустившихся с небес. Вот этот вот бессмертный бог, он воплотился в теле смертного человека, пройдя путь от рождения до смерти. Возможно, часть богов таким образом живет, периодически вселяясь в некоторых людей. Российский биолог Александр Белов в начале третьего тысячелетия выдвинул скандальную гипотезу о вырождении племени великанов в современных людей. Ну, инволюция – это как бы обратное развитие. Вот по латыни, так сказать, эволюция – это развертывание, а инволюция – свертывание. На деле это означает, что все живое на земле произошло в результате деградации человека, обитавшего давно и совершенного по своим физическим и духовным качествам. Поэтому среди людей могут быть прямые потомки богов. Но кроме них были предыдущие великаны. Там были самые древние иностые великаны. Они, по преданиям, жили задолго до появления не только людей, но и появления богов на земле. Сегодня ученые всерьез рассматривают версию, согласно которой все долгожители – прямые потомки инопланетных богов. Цивилизация людей пересеклась с цивилизацией богов лишь на краткий миг в истории. А потом боги улетели и оставили нам загадки, которые мы, возможно, никогда не сможем разгадать. Доктор медицинских наук Виктор Зуев уверен, что человеческий организм может существовать вечно. В 2011 году он выступил с сенсационным заявлением. Старение – это сложная биологическая программа самоуничтожения человека, цель которой – убить человека любой ценой. В 25 лет заканчивается программа роста. Включается программа старения. В старении есть реализация неких генетических программ. То есть если запрограммировано 70 лет, то, значит, ты должен прожить именно 70 и не больше. Разные люди запрограммированы на разный срок жизни. Почему одни в 40 лет выглядят дряблыми стариками, а другие – бодры и в 80? Долгожительница Людмила Николаевна Дантес согласилась принять участие в эксперименте. Гипотеза о том, что долгожители – потомки бессмертных великанов, кажется невероятной. Кровь из рода антесов мы будем исследовать в специальной лаборатории. Наша задача понять, почему процесс старения у долгожителей заторможен. Современная наука может многое, но и она мало продвинулась в разгадке главной тайны мироздания – личного бессмертия. Чтобы раскрыть тайну бессмертия, надо сначала понять, почему мы стареем. Доктор медицинских наук Виктор Зуев утверждает, ему удалось найти ответ на этот вопрос. По теории Виктора Зуева, сложный механизм самоуничтожения запускает в нашем организме определенное вещество. Ученый назвал его фактор старения. Фактор старения, как мы его обозначили, он обнаруживается в лимфоидных клетках селезенки. Мы провели специальное исследование и, в общем, склонны думать, что он там не накапливается из сыворотки крови, а синтезируется, так сказать, достаточно самостоятельно. Головной мозг. В нем механизм самоуничтожения запускается с самого рождения. Оказывается, в течение всей жизни в голове происходит необратимый процесс отмирания нервных клеток – нейронов. Это срезы головного мозга двух мужчин. Погибших от несчастного случая, внешне здоровых. Вот здесь 24-летний, а это 76-ти. Вот видите, черные точки – это нейроны. Видите, здесь более густо, а здесь более разрежено. Нейроны погибнут. Гибнут. В результате гибели нейронов их место в головном мозге заполняет соединительная ткань. Наподобие того, как если вы, скажем, повредите себе кожу там, то, значит, соединительная ткань кожи стремится заполнить этот дефект. Со временем соединительная ткань разрушает связи между живыми нейронами. От этого ухудшается память и координация. А нарушение нормального питания нервных клеток – причина морщин, дряблости в мышцах, седых волос. Выпадают зубы и снижается сексуальное влечение. Начинает разрастаться соединительная ткань, замещает функциональные клетки, свойственные данному органу. И, соответственно, орган теряет часть своих функций. За счет этого нарушаются обменные процессы. И человек может просто за счет неправильного функционирования различных органов умереть. Более того, в результате многочисленных исследований удалось выяснить, что подобная программа самоуничтожения с возрастом включается и во всех остальных органах человека. Очевидно, чтобы жить вечно, необходимо умереть. Российские ученые доказали невероятное. В самом человеке запрограммирован сложный механизм самоуничтожения – старение. Старение имеет несколько эшелонов. То есть каждый эшелон передублирован другими. Сейчас доподлинно установлено, что механизм самоуничтожения был внесен в генетический код живых существ относительно недавно. Всего 120 миллионов лет назад. Но зачем в природе появилась смерть? Даже среди ученых есть мнение, что она имеет внеземное происхождение. Поэтому, на самом деле, даже сотворение человека в качестве гибрида, то, что мы читаем по шумерским мифам, оно теории Дарьевны не противоречит. Но возможно ли такое, что некие внешние силы искусственным образом внесли изменения в геном человека и запрограммировали людей на самоуничтожение? Оказывается, этому существуют неопровержимые доказательства. Чтобы увидеть их собственными глазами, экспедиция программы «Тайны мира» отправляется на Ближний Восток. Далее в программе. Экспедиция программы «Тайны мира» на Ближний Восток. Какую тайну хранят священные рукописи? В течение многих лет не знали, что это такое, что с ним делать. Сенсация. Сакральные тексты утверждают – человек бессмертен. Ошибки в тексте священного писания невозможны. Но темные высшие силы изменили природу человека. В нее вошла болезнь, а вместе с болезнью вошла смерть. Я расстроил все тайны. В древней Иудее существовала легенда о том, что люди в прошлом обладали знаниями, которые позволяли жить вечно. Они были записаны в 75 священных книгах и спрятаны далеко в бесконечных просторах Ближнего Востока. Согласно преданию, Всевышний велел служителям Иерусалимского храма сберечь их. В них проводник разума – источник мудрости и река знания. О существовании этих книг не должны были знать недостойные. В 70-е годы нашей эры римские легионеры разрушили священный храм в Иерусалиме. Но книги с тайными знаниями удалось спасти. Перевезли целую библиотеку храма вследствие разрушения храма, и надо было его спасать. Судьба этих книг была неизвестна на протяжении двух тысячелетий. В 1947 году в одной из пещер Кумранской пустыни близ Мертвого моря местный крестьянин обнаружил целый склад древних рукописей. Он искал козу. Считается, что он бросил камень. И вместо того, чтобы коза выбежала испуганная назад, непривычный, пустой, значит, звук он заходит и видит вот какие-то сосуды, битые, не битые, со всем этим явно. На протяжении нескольких десятилетий велась упорная работа по расшифровке древних рукописей с древнеарамейского языка, на котором говорил сам Иисус Христос. А то, что мы здесь видим, это очень глубокая именно апокалиптика. Был найден, соответственно, медный свиток, который было даже трудно раскрыть. В течение многих лет они знали, что это такое, что с ним делать. Перед вами, возможно, древнейшая на данный момент рукопись книги «Бытия». Классическая история. Адам и Ева. Они были созданы Всевышним по образу и подобию своему и поселены в райский сад. Проблема кумранских рукописей – это проблема соотношения между верой, реальностью нашей социально-исторической и наукой. Современная наука нашла подтверждение библейской легенде про Адама и Еву. Сегодня большинство ученых уверены в том, что все мы произошли от одной женщины и одного мужчины. Во время работы с текстом древнего свитка переводчики обратили внимание на одну особенность найденной книги «Бытия». В отличие от традиционного представления о грехопадении, здесь рассказана другая история. В роли змеи, искусившей Еву, предстает падший ангел Самоэль в обличье человека-змеи. Описание самого грехопадения в найденном свитке скорее напоминает операцию по изменению генома человека. Ошибки в тексте священного писания невозможны, потому что это богооткровенное писание. Невероятно, но это библейское сказание нашло подтверждение со стороны современной науки. Биологи утверждают, что первые живые организмы были запрограммированы на вечную жизнь и вечную молодость. Выражение «естественная смерть» по отношению к ним было неприменимо. В результате искусственной деформации человеческого генома сущность людей навсегда изменилась. Грех стал частью каждого. Отныне всякий человек от рождения подчинен закону старения и смерти. В нее вошла болезнь, а вместе с болезнью вошла смерть. Такова идея этого завета. Это как бы доказательство того, что все-таки некая высшая сила принимала участие. В Лондонском государственном музее археологии хранятся тысячи глиняных табличек, найденных в конце 19 века в Ираке. Древние шумеры последовательно изложили в них историю создания своей цивилизации. Это посвящено созданию первого человека и его жизни в Эдеме. Знаки, начерченные в верхнем углу, до сих пор предмет жарких споров среди ученых и исследователей. Две змеи, переплетенные в спираль. Схожесть с реальной моделью ДНК поразительна. Мутация оставляет свой след в структуре ДНК. Пожалуйста. Это был результат внешнего вмешательства. Результатом грехопадения стало изгнание Адама и Евы из рая. Смертная сущность не имеет права находиться в небесных чертогах. Получил ризы кожаная, как говорится в Писании, то есть телесную природу, которая смертна. Связана с изменением его природы, биологической природы. Обреченным на вечные страдания и в конечном итоге смерть, Адаму и Еве оставалось только приспосабливаться к новым условиям. И первые изменения – сокращение роста и срока жизни. Адам уменьшился в размерах до 100 локтей, то есть до 40 метров. В нашем представлении он был практически бессмертным гигантом. Впрочем, как и все его потомство. Они были умные, добрые, большие и действительно мозговитые. А вот потом у Крацу действительно биология была получше, чем у нас, потому что не было еще вирусов, не было бактерий. Невероятно, но современная наука подтверждает возможность реального существования библейских великанов-долгожителей. Оказывается, размер тела и продолжительность жизни взаимосвязаны. Существует даже специальный биологический закон, единый для всех млекопитающих. Чем больше организм, именно по массе тела, по размерам, то тем дольше он живет. То есть у млекопитающих дольше всех живут там слоны, киты. Среди рукописей, найденных в Кумранских пещерах, был обнаружен уникальный свиток, содержащий книгу Еноха. Внук Адама был особенно любим Всевышним за свою праведность. И он стал первым, кто нарушил земные законы и взошел на небеса живым. Людям была подарена надежда на бессмертие. Человек, в общем-то, иногда реально живет долго, действительно, потому что он научился собой управлять, он правильно выстроил иерархию духа, души и тела, правильно строит отношения с Богом, с миром, с окружающими людьми. И в этом залог долголетия. Согласно тексту книги Еноха, сделать человека смертным – это был лишь первый шаг змея-сатаны. Древние свитки сохранили до наших дней историю пропадших ангелов-нефилимов. Падшие ангелы, они пали настолько, что они получили возможность соединяться с дочерьми человеческими. В результате этих связей появились новые жители земли – рефаимы. Бессмертные исполины. Падшие ангелы стали посвящать своих детей в великие тайны мироздания. Полученные знания сделали их бессмертными и всемогущими. Очевидно, вот эта мудрость, которая произошла от детей сынов божьих и дочерей человеческих – мудрость такого же рода, который далеко не всегда человеку во благо. Рефаимы по своей сущности – змеи-люди. Согласно описаниям, это были свирепые и кровожадные исполины. Во времена их господства земля погрузилась в дьявольский грех. А люди стали рабами сатаны. И тогда Господь решил уничтожить на земле все живое. Потоп – это событие, которое влечет за собой гибель всего человечества. Почему? Потому что человечество развратилось. На земле оказался лишь один праведник. Ной был потомком Сифа, третьего сына Адама. Его семейство Бог решил оставить в живых. Ной, он получает от Бога повеление строить ковчег, причем строительство ковчега – это проповедь покаяния. Согласно преданиям, Ной строил ковчег 150 лет. После чего он вошел в него с семейством и животными каждой твари по паре. Хлынувший поток уничтожил все живое на планете Земля. Господь из-за этого решил потопить всю Землю, избавиться от этого, так сказать, совокупления божественно-земного. Экспедиции программы «Тайны мира» удалось обнаружить в окрестностях горы Арарат в Турции подтверждение этой библейской легенды – могилу самого праведного – Ноя. Найденные свидетельства и артефакты способны перевернуть представление об истории человечества. Экспедиция программы «Тайны мира» по следам древних великанов. Им на смену пришли гигантские люди. В чем секрет их долгожительства? Человек получился потенциально бессмертным. Ключ к вечной жизни найден в крови правнучки Дантеса. Урвий фактор старения оказался заметно ниже. Я расстроилась. Все тайны. В 1950 году в долине реки Ефрат, берущей свое начало в ледниках Арарата, проводили ремонт автомобильной дороги. Строителями были раскопаны четыре гробницы. Найденные останки могли принадлежать только людям гигантского роста – около пяти метров. Здесь многие находят кости прямо в земле, когда в поле выходят. Мой дядя нашел кость метр длиной. Он ее выбросил. Придгорье Арарата. Согласно легенде, где-то здесь ковчег праведника Ноя достиг земли. Считается, что Ной был, как и все допотопные люди, великаном и долгожителем. Согласно сохранившимся данным, он прожил до 950 лет. Больше так долго на земле после него не жил никто. Понимаете, они хранят саркофаг, как некую тайну. Мы пытались зайти и посмотреть на него, но не смогли. Археологи, которые работали здесь, уверены, что это саркофаг жены Ноя. Но по данным нашей экспедиции, это не ковчег. Это и есть гробница Ноя. Ветхозаветный патриарх был великаном. Но насколько большим? Адам в высоту был около 40 метров. Вполне вероятно, что и у его праправнука Ноя будет подобный рост. Длина предполагаемого ковчега 60 метров. Для Исполина такого размера он вряд ли мог стать кораблем для спасения жизни на земле. А вот на роль гробницы великана она как раз подойдет. Ковчег – это не лодка, и не сруб, и не бочка, в которой царь Гведон плавал по волнам. Это, конечно, полная оригурия. Ковчег – это хранилище сокровенного, в переводе с арамейского языка. Обнаруженный нами объект на спутниковой карте острова Готланд в центре Балтийского моря косвенно подтверждает нашу гипотезу. Сравните эти два изображения. Они похожи, как две капли воды. Во втором случае – это могила первого переселенца на остров Готланд, легендарного Тьельвара. Революция человека происходила через гигантскую стадию. То есть были гигантские обезьяны-гигантопитеки. Затем им на смену пришли мигантропы, гигантские люди. У них черепная коробка была больше, чем у нас с вами. Судя по размерам гробницы Тьельвара, он не был человеком маленького роста. Напротив, легендарного скандинавского героя считают родоначальником всех родов викингов. Один из них – род Антесов, которому принадлежит праправнучка Жоржа Дантеса, Людмила Николаевна Дантес. Жили бедно сейчас. Вся эта советская власть вся прошла у меня. Все. Доктор медицинских наук Виктор Зуев проводит исследование крови долгожительницы. Возможно ли напрямую связать ее преклонный возраст 102 года с происхождением? Течет ли в ее жилах кровь древних бессмертных богов? Мы взяли пробу крови. Спасибо, Людмиле Николаевне. И, в общем, в лаборатории мы постараемся определить фактор старения, который мы открыли. И нам будет очень интересно посмотреть уровень этого фактора. Далее в программе. Как жить вечно и не стареть? Из-за стареющего можно сделать не стареющего. Невероятные разработки российских ученых. В будущем тела можно будет менять так, как одежду. Но что мешает их реализации? Процесс постарения более мощный, чем их эффект омоложения. Я раскрою все тайны. Согласно легенде, род Антесов, которому принадлежит Людмила Николаевна Дантес, долгожительница из Москвы, основали викинги с острова Готланд в Балтийском море. Легендарные воины считали себя потомками бессмертных богов-асов. Они пришли в Скандинавию с Кавказских гор, где вели долгие войны с другими исполинами-ванами. Такое же, кстати, есть в скандинавских преданиях, когда Один и другие два бога, его брата, разрезали великана Эмира, первого жителя, как говорится, предыдущего мира, его частью залатали небосвод, который дал течь. Подобные легенды о войнах исполинов существуют практически у всех народов мира. На Руси богатырь уничтожал змея Горыныча. А в Южной Америке со змееподобными исполинами воевали белые боги с севера. Сам Один, он тоже предводителем асов, являясь все другие асы, относились к великанам. Они изначально были выше людей, противопоставлялись им, так же, как Иваны, противники богов, тоже относились к великанам. Экспедиции программы «Тайны мира» у подножия горы Арарат была обнаружена гробница библейского Ноя. В 700 километрах от нее находится долина Каппадокия. В 1857 году французский священник Отец Жарфанион обнаружил здесь загадочный лаз. Спустившись в него, он оказался в колоссальном подземном городе, который спускался вниз на несколько этажей. Спустя полтора века исследователям и ученым так и не удалось до конца изучить многокилометровые тоннели подземных городов. Во многие места даже спелеологи и исследователи не спускались. Существует реальная опасность заблудиться. К примеру, в этом городе одновременно укрыться могут сразу 7 тысяч человек. Первые подземные города в долине Каппадокия появились 3000 лет назад. Но поселенцы облюбовали уже существующие лабиринты. Кто и зачем их строил, до сих пор загадка. Считается, что тут несколько слоев построек, а самые глубокие и малоизученные отличаются от них. Коридоры там позволяли пройти и с полином. Кто и когда их строил, загадка. Ходят легенды, что это были гигантские змеи-люди. Возможно, это были библейские великаны-рефаимы. Согласно легенде, змеи-люди укрылись в этих подземных лабиринтах от кары белых богов. Сохранились предания, что белые боги прилетали на огненных колесницах, метали молнии, а потом всех уничтожали глобальной катастрофой. Возможно, это был потоп. После потопа, в котором выжило семейство Ноя, условия существования на земле кардинально изменились. Срок человеческой жизни стал сокращаться, а великаны из реальности перекочевали в различные легенды и мифы. На святой горе Синай пророк Моисей и Господь заключили новый договор между землей и небом. Отныне срок жизни людей должен составлять 70 лет. И, как мы знаем, многое из того, что Моисей, пророк, получил на Синае, оно уже существовало. Господь просто напомнил о нормах жизни, напомнил о истории человечества, то есть очистил от этих наносных каких-то моментов. Мир бессмертных великанов навсегда ушел в прошлое. Наши предки, спасшиеся от потопа, были мудры, огромны и жили очень долго. Так почему же они не захотели передать тайну вечной молодости нам? Новый закон нового мира. Жить значит умирать. Заложенный в нас дефект на генетическом уровне еще при Адаме, после потопа, оказался преимуществом. Это единственный механизм, который составил нас жить в таком виде, в котором мы сейчас находимся, то есть быстро репопулировать и вымирать, естественно. Но возможно ли обмануть программу самоуничтожения, заложенную в геноме человека тысячи лет назад? Оказывается, современная наука вплотную приблизилась к разгадке величайшей тайны. Тайны бессмертия. Далее в программе. Возможно ли создать эликсир бессмертия? Есть какой-то барьер, который мы пока что еще не смогли преодолеть. Ученые против смерти. Кто победит? В 100% смертный. Но у человечества есть надежда на вечную жизнь. Стать киборгом. Он будет обладать ровно теми же чувствами, что я человек. И перенести свое сознание в механическое тело робота. Мы будем набором бессмертных существ, которые сами себя перестраивают. Я расстроила все тайны. Практически вся современная наука вышла из средневековой алхимии. Для алхимиков было ценно лишь то знание, которое вело к достижению главной цели. Эликсир вечной жизни и философского камня. Доктор медицинских наук Александр Зюганов утверждает, что смог приблизиться к открытию напитка бессмертия. Из-за стареющего можно сделать нестареющего, если постараться, если повезет. Найти ключ к достижению вечной молодости ученому помогло изучение лососевых рыб, идущих на нерест из Атлантики в северные реки России. Здесь сохранились большие колонии моллюсков-жемчужниц. Она и так живет очень долго, 250 лет. Это мечта для любого организма. Так вот, это жемчужница. Мало того, что она сама нестареющая, она еще передает, она еще умеет передавать качество нестарения лососе. Обычно максимум через две недели после нереста рыба должна умереть. Но этого не происходит. Моллюски используют лосося как суррогатную мать. Поселившиеся внутри жабр лосося зародыши жемчужницы впрыскивают в организм рыбы эликсир молодости. Доктору Александру Зюганову удалось добыть это вещество. Знаете, изучая вот эти вот изменения у рыб, я обратил внимание на то, что в принципе эту программу можно обратить назад, модифицировать. И в природе это сделано было. Вот что интересно. Тайна бессмертия раскрыта? Оказывается, нет. Другой доктор Виктор Зуев смог доказать, что открытые им вещества, вызывающие старение человека, сильнее, чем эликсир молодости. Ни в биологии, ни в медицине никогда и ничего не бывает в 100%. Кроме того, чтобы в 100% смертны. Процесс постарения, он более мощный, чем их эффект омоложения. То есть в старом организме есть какой-то барьер, который мы пока что еще не смогли преодолеть. Вся надежда на исследование анализов крови долгожительницы из Москвы Людмилы Николаевны Дантес. В этом году ей исполнилось 102 года. В течение нескольких дней в специальной лаборатории доктор Виктор Зуев пытался выявить у нее факторы старения. И вот результаты получены. Уровень фактора старения оказался заметно ниже, чем он должен был бы соответствовать возрасту. Возможно, у Людмилы Николаевны Дантес произошел сбой в программе старения. Или все же гены древних бессмертных богов дают знать о себе. Сам процесс старения, с которым мы столкнулись в данном случае, оказался необычным. Но означает ли это, что телесное бессмертие достижимо? Оказывается, нет. Сохранить навсегда тело, данное от рождения, практически невозможно. Мы даже представим, что человек получился потенциально бессмертным. Просчитали. Средняя продолжительность этого потенциального человека. 125-150 лет. Человек – пленник своего тела. Люди не могут остановить старость и избежать смерти. Единственный вариант продлить жизнь – это ремонт или замена отдельных органов. В технический центр всегда приятнее ходить, чем в поликлинику. В технике мы всегда знаем, что если какая-то деталь окончательно износилась, ее можно просто заменить. Врачам же приходится работать с той комплектацией, которой нас снабдила природа. Пока приходится. Трансгуманизм – это новая наука о поисках способов достижения бессмертия. Последователи движения полагают, что секрет долголетия прост. Достаточно менять изношенные органы на новые, как запчасти в автомобиле. Технологии, которые это позволяют, уже существуют. Просто как вы сегодня приходите в парикмахерскую или в кабинет к пластическому хирургу, вы придете к боди-модификатору. Вы скажете, мне, пожалуйста, вот это. Для начала дайте базовый комплект бессмертия. И вам скажут, ну, для начала нужно второе сердце, альтернативную систему дыхания. Современные достижения в медицине и генетике позволяют творить чудеса. Мне кажется, что в будущем тела можно будет менять так, как одежда. Единственная часть тела, которую невозможно воспроизвести заново – это мозг. Выход – перенести человеческое сознание на другой, более совершенный носитель. И тогда можно будет отказаться от устаревшего бренда «человек». Мы будем набором бессмертных существ, которые сами себя перестраивают так, как они считают нужным – биологически, генетически. Работы по переносу человеческого сознания идут полным ходом. По расчетам конструкторов, первые полностью работоспособные аватары будут доступны всем уже через несколько лет. Он будет обладать ровно теми же чувствами, что и человек. Причем на первом этапе эти чувства будут передаваться через интерфейс мозг-компьютера. То есть человек-оператор сможет чувствовать все, что сможет чувствовать аватар. В тот момент, когда совершенные модели аватаров сойдут с конвейеров, проблему обретения бессмертия можно будет считать закрытой. Сознание можно будет до бесконечности переносить с одного носителя на другой. В голливудских фильмах аватары быстрее, сильнее и чуть ли не умнее обычных людей. В жизни же аватары уступают самому глупому и неумелому человеку. Надолго ли? Существо, собранное из запчастей и с загруженным сознанием на жестком диске вместо мозгов. Разве это бессмертие? Можно ли вообще назвать это существо человеком? А что такое жизнь? А жизнь – это реализация некой информации. Получается, что телесное бессмертие невозможно. Единственный способ жить вечно – это сохранить то, что делает человека человеком. Разум или душу. Название не имеет значения. Мы достоверно не знаем, что ждет каждого из нас после смерти. Мы можем только предполагать, насколько увеличат нашу жизнь достижения науки. И только одно мы знаем точно. Обрести бессмертие можно только переродившись в новой сущности. А для этого мы в любом случае должны умереть.